С сегодняшнего дня начинается нерабочая неделя, о введении которой объявил президент Владимир Путин. Многие из вас находятся дома, общаются друг с другом, в том числе, конечно, и при помощи интернета. И цифровой формат коммуникации таким образом становится еще более востребованным, особенно в нынешней ситуации. Именно поэтому я обращаюсь к вам здесь, в своих социальных сетях. Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная. Глава государства призвал всех нас к максимальной ответственности. К ответственности за себя, за своих родных, близких. Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – это какая-то игра. Кино наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит – это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации. Но сейчас особенно важно не поддаваться панике. Предпринимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Российские медики достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам. Хочу их за это отдельно поблагодарить. И благодаря этому удается сдерживать быстрое распространение болезни. Тем не менее, мы должны быть готовы к разным сценариям ее развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось. Внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину. Прежде всего, просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков. А ведь в истории человечества это не первая эпидемия. И все мы знаем, что объединившись, люди смогли победить не одну болезнь. Конечно, пандемия приведет к экономическим трудностям. Их уже чувствуют многие страны мира. Их чувствует мировая экономика. Россия столкнулась с двойным шоком. К вирусу добавилось падение нефтяных котировок. Но у нас с вами есть успешный опыт преодоления подобных трудностей. Совсем недавно, в 2014-2015 году, мы прошли через похожий сценарий. Резкое падение цен на энергоносители и введение санкций. Однако справились с этой проблемой. Развили многие отрасли в рамках политики импортозамещения. Это и просто стали сильнее. Уверен, что мы также достойно выйдем из сегодняшней ситуации. Но очевидно, что часть решений придется корректировать, исходя из текущего положения дел. Экономические вопросы, конечно, важны. Но сейчас вторичны. Главная задача – это здоровье людей. Президент, парламент, правительство делают все, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно. Не давая сбоев. Не менее значимо для страны участие каждого из нас. Вот в эти теплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник. Провести эти дни так, будто это обычные каникулы. Такой подход недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости. Используйте свободное время с пользой. Пообщайтесь с близкими людьми. Займитесь самообразованием, домашними делами. Посмотрите кино, а просто почитайте книги. Помните, что жизнь и здоровье ваших близких сейчас зависят от внимательного и заботливого отношения к ним. И что не менее важно – к себе. Любая эпидемия имеет свой жизненный цикл. Она зарождается, растет и уходит. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть все проблемы и выйти из этой ситуации победителями.